Опс! Карузо! Всем привет! Ты тут солнечная, Таляна. Так, Карла только пришла с работы. Нервный, нервозный. Я улыбала дочь, говорит, я хочу покупаться. И сейчас между моим подругом. Добро пьянила, Степаня. Добро пьянила, Степаня. Добро пьянила. Саша, дверь никому не открывать. У меня ключи. Я же видео вчера не снимала, что-то у меня какая-то устась. Вы знаете, все-таки организм свое берет. И когда ты выбираешь какую-то минутку свободную присесть, ты садишься и пускаешь корни. Все, наверное, просто. Не видно, я вот так вот забегалась еще неделю. Устала, что сегодня пришла, корни пустила. Вот. Сейчас идем собаку прогуляем. Потом пойду за Софией. Мы ходили к Софии в школу. У них там был маленький такой концерт. И тут школу как бы презентовали. Потом расскажу, потому что будет не видно. Когда выходи. Опс, переключаемся. Все, ютубовцы, теперь могу спокойно объяснить. В общем, ходила я в школу на собрания. У меня в собрании было в актовом зале. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В общем, все как-то дружненько. И детки между собой дружненькие. И отношения между учителем и учеником мне понравились. По поводу того видео, которое делала про Мой Дадыра, читала многие комментарии. Огромное вам спасибо за вашу поддержку. Я, конечно, вчера ходила, когда Сашку водила на гитару, я вчера ходила, узнавала, как можно записаться к директору на... То есть я его видела. Можно было постучать в дверь. Он был тогда в школе, можно было постучать и поговорить. Но я просто так не захотела. Ну, я как-то сказала уже, когда изначально разговаривала, что мы пойдем вдвоем с ним. И на этой неделе мы возьмем, конечно же, на наше время позвоним аплантамента. И, конечно, мы пойдем поговорим. Это я так тоже с рук не спущу. Потому что нельзя обижать Russian girls. Ну, в общем, короче, шучу. Шутки в сторону, значит. Сегодня приезжает Стефания. У нас уже с ней много видео на канале была моя подружка. Она, вернее, подружка Карлоса. Такая близкая, скажем, да. А потом уже стала моей подружкой, потому что потом мы с ней познакомились. Это, наверное, одна из немногих, скажем так, людей, единственных, которые в Италии, когда я могу позвонить человеку в 2 или 3 часа ночи, и если мне нужен будет совет или еще что-то, то человек мне поможет. То есть есть у меня такие вот люди все-таки даже в Италии, не на моей родине, где я вот могу позвонить и на кого-то положиться. Их очень мало. Они вообще единицы, но они есть. Вот она один из тех людей. Ой, коты мои играются. Я уже разгрузила на восставили машинку. Сейчас Карлос будет готовить убед. Начнем накрывать немножко на стол. Кстати, Стефания стала невестой. Ну, финансата называется на итальянском. И она сегодня приезжает со своим финансатой. Так что у нас будет знакомство с ее парнем сегодня. В общем, не виделись мы. Мы снимали видео в том году, по-моему, в апреле или в мае. Ну, кто нас смотрит, потом ее узнает. Мы снимали это видео со Стефанией. Потом мы больше не виделись. Она, кстати, раньше работала в Пизе. У нее в аэропорту был свой бизнес. Она крутила... Ну, не она крутила, она нанимала людей. Вот Карл на нее работал, у нее работал. Еще до того, когда он открыл свой спортивный зал. У нее была вот эта вот машинка, которая, знаете, обвертывает сумки посадочные. Там стоит 8 евро. Обвернуть пленкой. То есть у нее была вот эта вот машина. Это был ее аппарат. Вот. И, конечно, она хорошо как бы там себя чувствовала. Потом она переехала. Потом она ушла с работы. Пришла на другую работу. Потом она уехала... Да, я ногти не покрасила. Ногти облупливаюсь. Лень. Потом она уехала в Испанию. У ее брата ресторан в Испании. Потом она вернулась в Испанию. Потому что все-таки тут пожилые родители. И, ну, в общем, маме ее нужна помощь. И она, в общем, уехала опять домой на Сицилию. Да, Маруся, не лази по столу! Э! Ладненько. Все. Потом переключимся. Сейчас я быстренько. Быстренько здесь немножко все приберу. Все немножко приведу в порядок. Потому что, я говорю, над собой взялась сегодня все-таки вот моя усталость. Взяла, конечно, организовала над собой верх. Я сегодня, когда села, прям, я прям, я сидела и думаю, господи, сейчас идти за ребенком. Хоть бы не заснуть. Хоть бы не заснуть, не проснусь, я опоздаю. И все равно я смотрела вот телевизор, а глаза вот так вот, знаете, с головой я куняла. Бабушка моя говорила, куняла. Не знаю, если есть такое слово в своем языке, но бабушка говорила так. Ладненько, переключим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Какой он ему надо Я считаю что это неправильно Дети живут на протяжении уже 9 лет С утра до вечера с ним И мультики с ним И то с ним Не знаю Я считаю что это классно Это вообще такое большое счастье Что когда дети вырастут Они скажут что Какой у нас был классный отчим Потому что действительно Они потом это все поймут И заценят Особенно когда станут мамами Вот Они это все потом поймут То есть они потом Может быть сейчас В детстве Они это воспринимают все как надо То есть, ну, как бы, там, пришел дядя, там, живет с мамой, там, ну, в школу отвел это. А потом, когда они, конечно, вырастут, они все это вспомнят, они вспомнят все семейные трудности, правильно, все какие-то неурядицы семейные. Они потом это все вспомнят, сопоставят и скажут, блин, да у нас вообще было крутое детство просто. То есть, у них есть презенция мужская, как это, ну, да, презенция, как это, присутствие мужское, но у них есть в семье, понимаете. То есть, ребенок не идет в школу, там, и не говорит, там, мама моя, там, живет с дядей, а свободно ребенок говорит, что это мой папина, или, там, это мой друг, есть за кого заступиться. Есть, по крайней мере, сказать, что у меня дома есть настоящий, настоящий, ну, не подрино, ну, как это, отчим. То есть, настоящий отчим, который вот со мной просто вот одно единое целое. То есть, не чувствуется этой разницы, то есть, наоборот, даже чувствуется, больше к нему идет какое-то, наверное, более положительное отношение. Потому что, когда ты живешь вместе, ну, у кого, там пятак попросил, там тебя туда отвезли, там тебе ролики купили, тут тебе скрипку купили. То есть, наоборот, как-то больше чувствуется от него подача, чем от своего отца. То есть, это как-то так. Я говорю, Господи, спасибо Господу, что вот так вот жизнь меня закрутила, перекрутила, что вот так вот сейчас вот такая вот, фу, Господи, что мне злазить, вот такая вот идея в семье. Хотя я же говорю, что когда я ругаюсь, я ругаюсь раз и навсегда. И даже помню, один раз дети написали плакаты, приклеили на эти самые скотчем, на палке от швабры, от метлы. Когда мы, я ругаюсь раз и навсегда, все, все, мы разводимся, все, все, все. Даже вещи собирать не надо, спускайся вниз, лови, сейчас будут вылетать какие-то 76-ые чемоданы. Вот, я помню, малые, конечно, это восприняли в шутку, и они немножко даже молодцы, разрядили ситуацию, потому что они написали плакаты, типа, Карло, ну, надо реви, ну, типа, Карло, не уходи от нас. И пришли с плакатами, как на забастовке, типа, Карло, ну, надо реви, Карло, ну, надо реви. Как забастовку мы начали улыбаться, и Карлосу стало приятно. Он даже потом друзьям рассказывал, что, блин, так вообще классно, так поддержали малые в том плане, что, видите, я все-таки нужен, и, ну, вот, моя презенция, мое присутствие, оно им надо, и они этим дорожат. Короче, как-то так, я на эту тему могу развивать очень долго. Опять же говорю, никого обидеть не хочу, кто писал комментарии, это лично мое мнение. Если вы считаете, что вы живете там, ну, с сожителем или с мужем, это не его дети, он просто лежит с мамой удобно на диване в свободное от работы время, и не принимать никакого участия в детях, ну, не знаю, мне кажется, что это очень грустно. Это очень грустно, потому что ребенок, ну, не знаю, мне кажется, для ребенка грустно, и для самого даже мамы, как для женщины, должно быть грустно, потому что она выбрала второй раз. И я думаю, что, возможно, опять же, мое мнение, она ошиблась в этом человеке, потому что оно так не должно быть. Все равно надо как-то быть вместе. Опять же говорю, не любить, но уважать этого ребенка. Вот когда есть уважение к этому ребенку, когда ты его воспринимаешь не как ребенка от дяди Васи или ребенка от дяди Пети, а ты воспринимаешь его как человека, человека, у которого есть свои права на эту жизнь, свои права на свои личные мысли, свои права на желание. Я не знаю, не на желание, как можно правильно выразиться, не на желание, а когда человек индивидуален, на свою индивидуальность, понимаете. И вот ты видишь в этом маленьком ребёнке, ты видишь уже прежде всего человека, а не ребёнка, прежде всего человека, а потом это уже ребёнок. И когда ты с ним общаешься и воспринимаешь, и не говоришь там это дяде Петине или там дяде Васе, а просто ты общаешься с уважением к этому человеку в первую очередь. Не знаю, если правильно я высказалась, но кто меня долго смотрит, меня уже пометивки. Меня надо пережить как стихийное бедствие. В общем, кто это самое, кто меня помет, тот со мной на одной волне. В общем, как-то так. Я, это моё личное мнение, я говорю, не хочу никого видеть, боже, что-то такая жёлтая, это, наверное, что-то, наверное, с камерой. Я постоянно куда-то что-то нажимаю. Ну, хотя так, знаете, неплохо, симпатично. Кстати, мне на днях сказала бабушка, где я глажу, говорит, ты что, щёки сделала? Думала, что я чем-то здесь наколола. Я говорю, нет, это мои, я, наверное, да ладно. Я говорю, нет, это мои, может, я просто говорю, эту неделю вот устала, и видно там мешки под глазами, то есть усталый такой вид, что надо просто вообще вот это спаться. В общем, на ней, я думала это. Кстати, моя бабушка уезжает, ой, опять вопрос, почему глажу? Глажу, девочка, уже сто раз говорила, что у меня по времени не получается устроиться на другую работу, потому что у меня нет нянечки, у меня нет мамы рядом, нет сестры, нет человека, который пойдёт, ребёнка заведёт, который приведёт. Нанимать нянечку невыгодно, потому что вы свои ползарплаты, если устроитесь на штуку евро, вы потом 500 отдадите нянечке, ну, и за 500 работать, и ребёнка вы не будете видеть. То есть я тоже в этом смысла не вижу. Вот, и бабушка моя, кстати, уезжает, поэтому такая работа у меня до полдня, я знаю, что потом у меня София выходит в час-два со школы, я думаю, надо те же макарошки сварить, тут же рис, там, не знаю, тоже картошку поджарить, потом бежать за Сашкой. В общем, не получается, пока дети маленькие, работу поменять нельзя, но я, в принципе, довольна, спокойно я сплю. Так вот, к чему, Мила, уезжает сейчас бабушка в другой город, потому что, не знаю, вот хотела спросить, никогда с таким не сталкивалась, потому что у неё там 20 лет назад умер какой-то там дядя. Дядю похоронили в земле, на кладбище, теперь через 20 лет вот его вскрывают в гроб, и не жгут, я так у неё спросила, она сказала, мы не сжигаем, мы урны не делаем. Они его поднимают, и все вот эти вот его остатки, там, я не знаю, куда-то они там в коробочку складывают, и дают ей, чтобы они были такие, знаете, вот у них захоронения в стене. И там он уже будет храниться, я не знаю, сколько там во времени, прикиньте. То есть я даже об этом не знала, напишите, если кто-то знает, девчонки, как вот у нас вообще, вот даже в той же Украине и в России, я просто не знаю, вот у нас как, у нас, она, кстати, у меня спросила, я говорю, вы знаете, я даже не знаю, у нас вроде как хоронят, и все, и лежишь-то там, не выкапывают, по-моему, или может там у нас тоже, наверное, выкапывают, наверное, там через несколько лет, не знаю, в принципе, интересно. В общем, так, потом еще переключимся, когда придет Стефани. Стефани. Стефани.